Этот дом был одним из первых на Жуковском проезде. По меркам 80-х годов прошлого века вполне современный и комфортный. Но, как говорится, годы берут свое. Во всем доме грибок, разрушаются панели дома. Поэтому это просто жизненно необходимый. Дом ледяной, у нас торцы мерзнут, просто промерзают. У нас пятая квартира, она торцевая. Мы там замерзаем. Теперь здесь проведут капитальный ремонт кровли и фасада. Его инициатором выступил депутат Олег Федоров, который встречался с местными жителями и знает о проблеме не понаслышке. Была проделана определенная работа. Депутатский корпус выделил средства для ремонта крыши и фасада. И теперь остаются, как говорится, моменты такие технические, скажем так. Управляющая компания проведет тендер и выберет подрядчика, который займется ремонтом. На встрече с жителями были озвучены и сроки окончания работ. У нас подписание паспорта готовности. И все это подгружается в систему АИС ГЖИ. Жилинспекция очень жестко контролирует эти работы все. До 1 сентября. Назром Нигматович Абдулаев активный житель и также принял участие в импровизированном совещании. Он живет в этом доме со дня сдачи в теперь уже далеком 1982 году. У него прекрасная память. Помнит каждый ремонт. Частичные ремонты были. Вот я помню, 1998 год. Там по кровле было 2008. А так вот, ну и швы частичные ремонты были. В советское время на ремонт делали. Ну года 3-4 назад тоже частично. Теперь за кровлю и фасад возьмутся основательно. Бюджет ремонта 10 миллионов рублей. А следить за качеством работ будут не только ответственные государственные и муниципальные структуры. Сегодня на встрече прозвучала фраза о том, что жители не просто должны, они просто обязаны, мне кажется, следить за ходом работ. Они должны смотреть, как это все происходит, оценивать качество работ и, естественно, их принимать. Таким образом, эта встреча только начало большой совместной работы. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.